Концерт, молодежный флешмоб, уручение по шпарту юным грамадянам краины. Урочистая яркость сегодня означали юбилей Головного закона Республики Беларусь. В ключевом документе прописаны правы и обовязки каждого грамадянина нашей Республики. Выборчая система, державный лад. Дякуючи Конституции, любой человек мает право на достойное житие и особенное развитие. С хронологией святочных мероприемств у этого дня Марина Джалая. У Гомеля святкование 25-ти года, дня принятия Конституции, начали означать ярко и оригинально. С початку на площади Меленина побачь с драматичным театром прошел молодежный флешмоб. Глядачи подпевали и подтанцовывали. Выпадковые прохожие спонялись. Выступление было вельми видовищным. Оказалось, что у сиротудельников свято девчина, якая свой день на роджение, означает минавито 15-го соковика. Сегодня 15 марта, день Конституции. И мне будут сегодня вручать паспорт. Это было неожиданно, что меня пригласили. Я очень рада. Это большая ответственность для меня сегодня. Потом удельники отправились в областный выканавший комитет. Тут для юных граждан Беларуси организовали экскурсию по залах посаджения и перамоу. Школьники смогли не только на своей вотшую бачить место, где кировничество региона прямое важное для в области Рошенни. Им дозволили посидеть у кресла губернатора и сделать фото на память. Такие мероприемства повинны застаться у памяти назовжды и наткнуть на новые досягнения. Сегодня в зале мы пригласили детей, где проходила встреча двух президентов – Александра Гриевича Лукашенко и президента Украины Петра Порошенко в рамках первого форма регионов Беларуси и Украины. Но на этом подороже не завершилось, а подлетки наведали так само Гомельский областный суд. А потом с хваливанием и нетерпливостью отправились на уручение паспортовым. Святошный день протягнется тут, в Громадском культурном центре, 2014-го юнаки и девчата. Выдатники в учебу, переможцы спортивных споборництвов, активные удельники громадского життя отримают паспорты. Причем уручать головные документы грамадян им будет керовництво в области. Подлетки хвалюются. У многих такие отказный момент – первый в жизни. Эмоции новой уражени захлистывают кожного. За один день юнаки и девчата столько убачили и доведались. Я познакомился с председателем областного совета депутатов и сумел задать ей несколько вопросов. Это мне очень понравилось. После того, как я задал несколько вопросов, мы отправились в суд, где я узнал много нового. Теперь перед получением паспорта я очень волнуюсь и надеюсь, что все пройдет успешно. Усяго на червоную дорожку выходили 40 юнаков и девчат. С веншованиями и пожаданиями счастливых лесу по шпортам уручали представники выконаучшей и судовой улады. Дети сегодня в такой великолепный праздник для нашей страны почувствуют себя настоящими гражданами, получив сегодня паспорта в тот установленный срок, которым определено нашим государством. Я думаю, что сегодня они будут одними из самых счастливых, одними из самых уверенных в том, что они сегодня родились и живут в нашей прекрасной стране. День Конституции – это свято кожного, кто любит свою родиму, кто живет тут, створяя семьи и народжая детей. Свято кожного, кто своими добрыми справами и учинками делает нашу краину больше мощной, счастливой и загуртованной. Марина Джалая, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель».